Что же обнаружено на орбите Марса? Вселенная всегда скрывала множество тайн, но никто не ожидал, что одна из них будет обнаружена так неожиданно. Астрономы, наблюдающие за Марсом, неожиданно зафиксировали странный объект, движущийся по орбите планеты. Это открытие произошло благодаря серийному наблюдению за Красной планетой в рамках крупного международного проекта. Сначала обнаруженная аномалия привлекла лишь легкое внимание ученых, которые посчитали ее обыкновенным камнем или метеором, случайно попавшим на орбиту Марса. Однако дальнейшие исследования показали, что это не просто космическая пыль. Объект привлек внимание своей необычной траектории и скоростью, что заставило ученых углубиться в анализ его свойств. В отличие от других известных космических тел, объект демонстрировал нечто особенное. Он двигался неравномерно, резко изменяя направление. Первое предположение, что это может быть потерянный земной спутник, быстро отпало, ведь ни один земной аппарат не соответствует наблюдаемым параметрам. Научные учреждения по всему миру начали анализировать полученные данные, используя передовое оборудование и технологии. Важность находки заставила ученых работать круглосуточно, пытаясь разгадать происхождение объекта. Это также привело к оживленным дебатам и обмену гипотезами среди профессионалов. С каждым новым открытием интерес к объекту только возрастал. Вскоре выяснилось, что его поверхность отражает свет не так, как другие объекты, что добавило еще один загадочный элемент в и без того запутанную головоломку. Следующие этапы исследования обещают еще больше неожиданных открытий, и каждый новый день приносит новые детали о загадочной находке. Но что же скрывается за этой странной аномалией на орбите Марса? Странная форма и движение Почему объект не похож на обычный метеорит? Изучив странный объект более тщательно, ученые были поражены его необычной формой. Этот объект, который поначалу представлялся как стандартный метеорит, оказался значительно отличающимся по своей структуре. Вместо привычной овальной или круглой формы, характерной для метеоров, он имел многогранный конструктив, который совсем не вписывался в известные представления о природных космических телах. Динамика движения объекта также добавляла загадки. Он не просто двигался по орбите Марса, но делал это с изменяющейся скоростью и углом, что больше напоминало контролируемый полет, чем естественный дрейф. Дополнительно объект показал способность к маневрированию, как будто умело избегая столкновения с другими космическими телами и частицами. Этот факт вызвал волну обсуждений среди астрономов и инженеров. По всем признакам, это движение казалось осмысленным, как если бы объект управлялся извне. Разумеется, это породило массу гипотез и догадок. Некоторые начали подозревать, что объект может быть фрагментом древней технологии, утерянной и забытой на просторах галактики. Другие выдвинули теорию, что это могут быть остатки древнего инопланетного аппарата, возможно, созданного еще до возникновения человечества. По мере продолжения исследований, новые данные только усиливали загадку. Поверхностный анализ показал, что объект сделан из материалов, ранее не встречавшихся в известных метеоритах. Это еще больше укрепило мнение, что объект может иметь искусственное происхождение. Объект не просто находился на орбите. Он жил своей загадочной жизнью, как кульминация неизвестной истории, которая только начинала раскрываться перед изумленными глазами исследователей. И каждое новое открытие словно приближало к раскрытию этой удивительной тайны, которая могла изменить представление о происхождении и истории объектов в нашей Солнечной системе. Древние артефакты или неизвестные технологии — возможные объяснения. Мистическая природа обнаруженного объекта на орбите Марса породила множество предположений среди ученых и исследователей по всему миру. И одной из самых интригующих гипотез стала возможность связи объекта с древними артефактами или неизвестными технологиями. Специалисты, оценившие тонкость и многослойность конструкции, пришли к выводу, что объект может быть плодом инженерного гения далекого прошлого, искусства, превосходящего даже современные наработки. Это возбудило мысль о существовании тех, кто давно покинул Солнечную систему, оставив за собой следы технологий, которые мы только начинаем познавать. Обращает на себя внимание и странная символика на поверхности объекта, едва уловимая, но все же различимая в подходящем освещении. Эти знаки напомнили ученым о древних письменностях, найденных в разных уголках нашей планеты, что также добавило таинственности. Вопрос о том, что бы это могло означать, заставил исследователей углубиться в аналогии с древними цивилизациями, такими как майя или шумеры, которые некогда удивляли мир своими знаниями в астрономии и инженерии. Вместе с тем исследователи обратили внимание на то, что объект излучает слабый радиосигнал, который, возможно, является попыткой связаться с неким приемником, когда-то созданным для общения с ним. В лабораториях началась работа по расшифровке сигнала в надежде понять, что же он может значить и какой секрет может содержать. Возможно, этот сигнал – ключ к пониманию предназначения объекта и его роли в загадочной истории Марса. Этот неожиданный поворот только добавил загадочности всей истории, ведь теперь все пришло в движение, и наука подошла к грани, за которой скрываются ответы на вопросы, которые человечество задает на протяжении веков. Инопланетная теория – корабль или обломки. Идея о том, что обнаруженный на орбите Марса объект может быть инопланетным кораблем или его обломками, вызвала настоящий фурор среди исследователей. Тщательное изучение структуры объекта выявило множество деталей, которые никак не вписывались в представления о естественных космических телах. Во-первых, форма объекта оказалась слишком сложной и геометрически совершенной для обычного метеорита. Это сразу вызвало мысли о возможности его искусственного происхождения. Дополнительно материалы, из которых был создан объект, не обнаружены ни в одном другом известном природном космическом образовании. Их уникальные свойства и состав только усилили подозрение о том, что объект мог быть создан не на Земле. Кроме того, объект также демонстрировал довольно странные особенности, такие как неравномерное движение и способность к маневрированию. Эти свойства поразительно напоминали характеристики, которые можно было бы ожидать от инопланетного аппарата. Одни специалисты предполагают, что это мог быть корабль разведки, оставленный инопланетной цивилизацией для исследования Марса. Другие верят, что это могут быть обломки более крупного космического аппарата, потерпевшего крушение в далеком прошлом. Обнаружение на объекте следов ракетного топлива, которое, возможно, использовалось для перемещения, только подлило масла в огонь теорий об инопланетной технике. Ученые, работая с данными в лучших космических лабораториях, неустанно проверяют каждый фрагмент информации, пытаясь собрать воедино все, что может пролить свет на эту загадочную находку. Все больше и больше специалистов подключается к расшифровке сигналов, исходящих от объекта, ведь любой из них может стать тем самым ключом к раскрытию тайны его происхождения и предназначения. Это только начало упаковки сложной головоломки, которая может навсегда изменить наши взгляды на миры за пределами Земли. Марсианская история Марсианская история — следы давно забытой цивилизации. Интерес исследователей к загадочному объекту на орбите Марса не ослабевает, и одна из самых захватывающих теорий касается связей с древними марсианскими цивилизациями. В представлении некоторых ученых не так уж невероятно, что на Марсе когда-то существовала форма жизни, способная оставлять после себя артефакты и технологии. Тщательное изучение поверхности Красной планеты на протяжении последних десятилетий уже раскрывало намеки на водные потоки и геологические формации, которые могут указывать на существование древних обитаемых мест. Теперь же с обнаружением этого странного объекта догадки о марсианской истории приобретают новый виток. Это побудило ученых обратиться к архивам марсианских миссий НАСА и других космических агентств, чтобы пересмотреть данные о возможных следах древних построек или структур. Вполне возможно, что объект на орбите каким-то образом связан с этими находками или даже является частью утерянной технологии. Некоторые предполагают, что это мог быть некий маяк или спутник, оставленный древними марсианами, чтобы следить за изменениями на своей планете. Сопоставление данных о самом объекте и его уникальных характеристиках, таких как материал и форма, с теми немногочисленными марсианскими артефактами, которые могли остаться на поверхности Марса, может помочь выявить связи с гипотетическими цивилизациями Красной планеты. Совместная работа астрономов, археологов и геологов направлена на попытку понять, как этот объект мог быть использован либо в прошлом, либо оставаться на орбите как долговременный свидетель ушедшей эпохи. Каждый фрагмент новых данных как будто уводит ученых глубже в тайну марсианской истории, вызывая вопросы об исчезнувших цивилизациях, которые могли когда-то обитать на нашей соседней планете, оставив за собой загадочные послания, которые только предстоит разгадать. Необычные ватаизмерения — загадочные данные от астрономов. Когда ученые приступили к более детальному изучению объекта на орбите Марса, они заметили ряд странных измерений, которые не укладывались в привычные рамки. Их аппаратура зафиксировала колебания магнитного поля вокруг объекта — нечто, что не должно было быть у обычного метеорита. Эти аномалии озадачили физиков и астрономов, ведь такое поведение характерно для высокотехнологичных аппаратов, а не для природных тел. Эти странные магнитные свойства вызвали догадки, что объект может содержать в себе сложные внутренние механизмы. Радиотелескопы, направленные на объект, обнаружили слабые и нерегулярные электромагнитные импульсы. Поначалу эти сигналы были приняты за помехи, однако после ряда тестов стало ясно, что сигнал исходит непосредственно от объекта. Интересно, что частота и продолжительность импульсов напоминали радиосигналы, что может свидетельствовать о наличии передающего устройства внутри. Дополнительные измерения, проведенные с помощью спектрометров, выявили необычный состав объекта. Он содержал элементы, которые редко встречаются в природе и обычно требуют высокотехнологического производства. Это еще больше подогрело споры среди ученых о том, что объект, возможно, является искусственным. Его поверхность, будучи изученной более тщательно, отличалась высокой степенью отражения, что не свойственно известным метеоритам. Все эти данные, полученные с помощью современных технологий, добавили новых загадок. Исследователи из лучших лабораторий мира объединили усилия, чтобы разгадать, как объект мог оказаться на орбите Марса и какую роль он может играть в космической экосистеме. Сегодня каждый новый фрагмент данных добавляет глубину в это необъяснимое явление, раскрывая перед исследователями картину, которой им еще предстоит придать полную ясность. Впереди у ученых еще много работы, и каждый новый показатель может стать ключом к пониманию не только объекта, но и нашей собственной галактики. Влияние на орбиту. Как объект взаимодействует с Марсом? Пока ученые продолжают исследовать таинственный объект на орбите Марса, становятся очевидными необычные взаимодействия, которые объект оказывает на окружающую его космическую среду. Одной из первых зафиксированных аномалий стало изменение орбиты некоторых небольших астероидов и спутников, находящихся вблизи объекта. Наблюдали случаи, когда эти небесные тела начинали отклоняться от своего прежнего пути, как будто на них действовала невидимая сила. Этот феномен заставил ученых задуматься о возможности существования у объекта собственного гравитационного поля, что было бы необычным для тела его размеров. Подобное влияние указывает на наличие массивной центральной части или концентрированного вещества внутри объекта, что снова возвращает к гипотезам о его искусственном происхождении. Кроме того, были зафиксированы заметные изменения в плотности ионного облака окружающего объекта. Этот факт послужил предпосылкой к предположениям о том, что объект может генерировать магнитное поле, способное воздействовать на окружающую среду. Данные изменения плотности ионов, фиксируемые высокочувствительными приборами, свидетельствуют о наличии энергопотока, исходящего от объекта. Это усилило предположение о наличии активных процессов внутри, которые могут быть механическим или энергетическим по своей природе. Наблюдения также показали, что сам объект, находясь на орбите, воздействует на марсианскую атмосферу, незначительно изменяя ее параметры, такие как плотность атмосферы вблизи экватора. Некоторые исследователи полагают, что это может быть вызвано наличием электромагнитного излучения, исходящего от объекта и вызывающего изменения в верхнем слое атмосферы. Эти взаимодействия вызывают большой интерес у научного сообщества, так как прецедентов подобного воздействия не зафиксировано ранее. Это делает объект не только загадкой, но и потенциальным источником новых знаний о поведении искусственных объектов в космическом пространстве. Исследования обещают открыть много нового и дать ответы на вопросы, стоящие перед человечеством в контексте освоения космоса. Анализ материалов. Происхождение и состав загадочного объекта. Продолжая анализ загадочного объекта, особое внимание было уделено материалам, из которых он состоит. Первичное исследование выявило, что объект покоится на орбите Марса с обшивкой, состоящей из редких сплавов, ранее не встречавшихся в естественной форме. Анализ показал наличие элементов, таких как бериллий и осмий, что само по себе удивительно для космического тела. Эти материалы обычно ассоциируются с высокотехнологичными производственными процессами, что существенно усиливает теорию об искусственном происхождении объекта. Дополнительно спектрометрические исследования поверхности выявили следы сложных соединений, которые, по мнению ученых, могли бы использоваться в качестве покрытия или защиты от космической радиации. Такие соединения предполагают наличие защитных или изолирующих свойств, что указывает на потенциально продвинутую инженерную задумку. Это выводит всех исследователей на уровень новых предположений, цель создания столь высокотехнологичного объекта. Тщательные исследования также обнаружили частички золота и палладия на поверхности, что заставляет предположить, что объект мог быть частью какой-то важной структуры или устройства. Помимо этого, лабораторные тесты показали, что некоторые внутренние элементы объекта могут быть устойчивы к экстремальным температурам и давлению. Это свойство было тщательно изучено, и предварительные выводы указывают на возможность того, что объект мог быть предназначен для длительных путешествий в космосе или даже для существования в экстремальных условиях других планет. Исследователи по всему миру с энтузиазмом пытаются распознать компоненты, которые могли бы пролить свет на его функцию и цель. С каждым новым шагом анализа объект раскрывает все больше своих тайн, и каждый слой его структуры открывает новые горизонты для науки. Каждое открытие приводит нас ближе к пониманию, как этот загадочный артефакт оказался на орбите Марса и какую роль он может играть в великой космической загадке, которая вот-вот может быть разгадана. Впереди еще множество исследований и новых открытий, которые обещают перевернуть наше представление о Вселенной. Сигналы из прошлого. Есть ли у объекта связь с древними легендами? Изучение загадочного объекта на орбите Марса неожиданно привело ученых к исследованию возможных связей с древними легендами. В поисках ответов исследователи обратились к мифам и преданиям земных цивилизаций, пытаясь понять, не возникли ли эти рассказы из древних контактов с инопланетными технологиями. Особое внимание было уделено рассказам о небесных колесницах и богах, спустившихся с небес, темам, которые воспроизводятся в легендах разных народов с поразительным сходством. Внимание также привлекли изображения на объекте. Символы, напоминающие древние письменности. Их изучение натолкнуло ученых на мысль о возможных контактах с инопланетными цивилизациями в прошлом, которые могли быть запечатлены в культуре древних народов. Такие находки уже были зафиксированы, например, на древних шумерских изображениях, где часто упоминались загадочные небесные объекты и существа. Некоторые исследователи предполагают, что обнаруженный объект на орбите Марса может быть тем самым посланием из прошлого, о котором упоминается в данных преданиях. Возможно, в древние времена он играл роль наблюдателя или источника информации для некой цивилизации. В попытках расшифровать оставленные на объекте символы специалисты из разных областей, от лингвистов до программистов, провели ряд экспериментов, стремясь найти возможные алгоритмы для интерпретации этих знаков. Пока некоторые данные остаются загадкой, ученые полны решимости продолжать исследование. Они уверены, что разгадка символов и сигналов, исходящих от объекта, может пролить свет на его истинное предназначение и роль в истории как Марса, так и Земли. Этот шаг не только расширит наши познания о древней космической истории, но и позволит человеку лучше понять свое место в бескрайнем космосе. Тайна, которая ждет разгадки. Что дальше для науки и человечества? Столкнувшись с беспрецедентной загадкой объекта на орбите Марса, ученые и инженеры по всему миру стоят на пороге новых открытий, которые могут коренным образом изменить наше понимание Вселенной. В следующих фазах исследований планируется запуск целого ряда миссий, чтобы приблизиться к объекту и получить наиболее точные данные о его структуре и функции. Используя передовые технологии и космические аппараты, ученые надеются проникнуть вглубь объекта, чтобы воссоздать его происхождение и роль в марсианской системе. Кроме того, усиленные обсуждения ведутся о возможности отправки специально разработанного зонда для непосредственного взаимодействия с объектом. Идея заключается в том, чтобы детально изучить поверхность и, возможно, извлечь образцы для анализа в земных лабораториях. Это станет первым шагом в познании не только деталей, но и потенциальных технологий, которые могут находиться в этом артефакте. В то же время параллельно продолжаются работы над расшифровкой сигналов и символов, обнаруженных на объекте. Ученые из разных стран объединили усилия в глобальной кампании по изучению и пониманию сообщений, которые могут скрываться в этих шифрах. Это создает уникальные условия для междисциплинарного сотрудничества в поисках истины. Не исключено, что в процессе этих исследований удастся обнаружить новые способы общения или взаимодействия с возможными другими цивилизациями, что откроет человечеству новые горизонты. Таким образом, объект на орбите Марса, окружающий его тайной, может стать началом новой эры, изменяющей наше восприятие Вселенной и нашего места в ней. Пока тайна продолжает ждать своей разгадки, увлеченные исследователи не сбавляют темпа, продолжая погоню за знаниями, которые могут навсегда изменить ход истории человечества. Продолжение следует... Продолжение следует...